Главная сенсация тура. В гостях Камаз проигрывает, а дома расправляются с фаворитами. На этот раз чемпионом. Кеченову за всю игру удалось обыграть защитника Ефремова всего два раза. Значит, свой успех челнинцы сделали прежде всего сами. И усталость спартаковцев, игравших за сборный лишь побочный фактор. В воротах стоял Тяпушкин. Очевидно, тренеры берегли психику Нигматулина, покинувшего в межсезонье Челны с большими проблемами. Тяпушкина доставалась, особенно во втором тайме. Защитники регулярно ошибались, а нападающие Камаза шли на пролом. Никифорову и Анопко только фолом удалось остановить Евдокимова. После минутной паузы челнинцы необычно разыграли штрафной, и все тот же Роберт Евдокимов эффектно пробил. В перекладину. Мечи Камаз забил на редкость похожую. После навеса справа фланга Бабенко, а затем торпанца Дурнев чуть-чуть опережал защитников. Причем делал это не в борьбе, а выигрывая позиционно. Но оставалось еще 15 минут, которые Спартак посвятил атаке. А Камазу оставалось только отойти назад и всей командой удерживать счет. Никифоров прошел полполя и обыграл троих. Мяч заметался в штрафной, и в конце концов Оленищев смог остро навесить, но Коновалову не удалось стать спасителем, как в матче с текстильщиком. Камаз выставил и не пропустил. Это еще одно доказательство не случайности победы челнинцев. По ходу матча стало видно, что можем выиграть. В перерыве нам так тренер сказал, что если мы сейчас не забьем, то мы себя никогда не простим. Потому что Спартак нам дает играть, есть возможность, можно забить. Ну ребята расстарались, я так только подставил ногу два раза и все. ГОЛОСИ! ГОЛОСИ! ГОЛОСИ!